Это обычная встреча необычных единомышленников. Их задача создать красоту из подручных вещей – бумаги, картона, клей и ножниц. Сегодня новый мастер-класс и новое задание. Членам клуба предложено изготовить декоративную коробочку. Она, как и все изделия, станет будущим подарком или участницей новой выставки скраббукеров. Коробочка-основа. Мы подбираем бумагу и смотрим, нравится ли нам это по цветовому решению. И уже к этой бумаге мы подбираем все материалы. Дословно скраббукинг переводится как книга из вырезок. Этот вид рукодельного искусства в России еще только приживается. Нашему Ивановскому скраб-клубу полгода. Создали его четыре барышни-энтузиастки. Благодаря интернету скраб-сообщество быстро приобрело популярность. И теперь на встречи регулярно приходят новые искусницы. Уже сразу же после первого занятия, после первого мастер-класса мы просто влюбились в этот скраббукинг. И теперь постоянно ходим на все встречи в этот клуб. Для творчества простор большой. От открыток и блокнотов до букетов из конфет и интерьерных мини-манекенов. Скраббукинг построен на очень простом принципе. Хочешь, чтобы изделие выглядело незабываемым, вложи в него свою душу. Часто хочется, чтобы подарок нес в себе какой-то смысл. Не просто коробочка, а чтобы она приносила какие-то воспоминания, в которых можно хранить какие-то памятные вещицы. И один из способов это поставить штамп. Они бывают надписи, просто красивые завиточки, розочки, цветочки. У нас в клубе большой выбор и сложно определиться, что больше хочется. Наверное, в данном случае, по моей задумке, штамп все для тебя, будет как нельзя кстати. Попробуем поставить отписк. Штамп промакивают специальной чернильной подушечкой и надпись готова. Теперь рукодельница переходит к главному этапу – к композиционному оформлению коробочки. Оно может быть нескольких видов. Например, цветок в центре и украшенный, например, различными шнурами, какими-то лентами и от центра распадающиеся, например, пуговицы и бусины. Здесь сосредоточена вся композиция в углу и получается, что мы уже продолжаем ее наискосок. Также могут быть самые разные композиции, но все-таки, девочки, старайтесь, чтобы элементы были не мелкими. В итоге у каждого эксклюзив. Выбор цвета и украшения коробочки зависит от настроения и вкуса участниц. Работа получается действительно авторской. Многие мастерицы отмечают, что для них это хобби не просто увлечение, а возможность проявить себя, раскрыть свой стиль. Для кого-то пять часов занятий в скраб-клубе – антистрессовая терапия. Но все без исключения остаются в восторге, особенно те, кому дарят такие чудеса. Близкие все довольны, дарим подарки, сделанные своими руками. Каждый раз на скраб-встречах объявляют победителя домашнего задания. На этот раз выбирали лучшую открытку. Ее участницам клуба предложили выполнить в сиреневых тонах и обязательно с символикой уюта. Эту открыточку я делала два вечера, ровно как дали задание, и сразу начала делать. Просто очень впечатлилась именно сиреневым цветом и символом уюта. Сначала, конечно, подумала именно, что такое символ уюта, но, как для многих, это является дом, где все собираются вместе, за чашкой чая, просто пообщаться, родные и близкие люди. Поэтому это у меня символ уюта домик. В будущем ивановские скраб-букеры планируют проводить мастер-классы по холодному батику, квиллингу и декупажу. Все встречи бесплатные и проходят исключительно в дружественной атмосфере. Здесь уютно и красиво. Словом, настоящий дамский клуб.